всем добрый день спасибо что заглянули ко мне на канал меня зовут надежда и сегодня я покажу небольшую покупочку которую я совершила за последнюю неделю это было пряжей спицы вот вы видите меня в кадре ализе и ирнард таких моточков я купила себе 4 штучки это ализе forever simli это ниточка длиной скажу 280 метров на 50 грамм это микрофибра она с люрекса ниточка очень тоненькая покупала я и взяла таких 4 моточка то есть всего 200 грамм из нее буду вязать футболку для дочери у меня уже есть идейка моделька выбранная ориентировочно да то есть модель модели выбраны две-три но мы пока вот думаем на какой нам остановиться ну по моему мнению их хватит у меня дочка подросток ей на сегодня 14 лет да и ей вполне хватит на футболочку ниточка довольно тоненькая как я уже говорю и буду вязать на тоненьких список возможно даже на двоечке довольно мягкая ниточка такая вот на лето на футболку микрофибра насколько я знаю впитывает хорошо даже если но вспотеет она это будет не критично летом мы все потеем да и своего рода такая пряжица футболки из таких пряжицы они будут немного впитывать влагу что очень даже неплохо вот ниточка я не нравится посмотри я из нее еще не вязала хочу попробовать и посмотреть как она будет в работе в носке следующей моей покупкой стала yarnart style да правильно и сочетается это ниточка в 50 грамм 185 метров здесь составе 67 процентов лобка и 33 процента вискозы тоже для меня ниточка новая пряжа да хотела всегда попробовать что-то себе на лето из вискоз с добавкой вискозы хочу тоже брала на футболку но я еще не определилась будет ли это футболка с рукавчиком с коротким да выше локтя скажем да или это будет просто футболка майка без рукава вот я над этим моментом еще думаю модель примерно меня уже обрисовалась в моей голове но вот я думаю над рукавом будет у меня или не будет я еще не решила и взяла я на всякий случай таких 9 моточков потому что как я уже говорю с пряжей такой я не работала расхода и и я не знаю поэтому меня и на 9 если мне останется удачно останется то вполне возможно какая-нибудь выйдет маечка еще до дочери вот я представляю эту модельку такой легкой струящейся она не будет немножко не по талии да с легкой свободой облегания как я ее вижу да я буду делать футболку и такой вот струящийся эффект я хочу от них получить вот так же я купила еще одну пасму какие карачаевская ее называют пряжи я уже ее сложила смотала в такой вот клубочек пасма и в три сложения ее я хочу потом пустить на слитки такие вот разные да или возможно шарф снуд в общем посмотрим даже на снуд если связать его на пятерки даже вот снуд из него мне хватит на какой-нибудь интересную модель вот буду думать короче взяла до пряжи много не бывает как мы знаем да мне понравилась расцветка такая вот интересная возможно это будет снуд или скорее всего даже может быть слитки на подарки посмотрим буду думать также я бы купила спицы которые мне не достают спицы самые обычные взяла это два с половиной миллиметра спица метра длиной на тросике 4 миллиметра картопу с метр длиной тросик с тросиком картопу спицы мне довольно нравится как у меня уже картопу не первый раз принципе такой бюджетный вариант уже по уже использую меня есть другие размеры этой производителя этого и спицами я вполне довольна вот этот производитель для меня новый допустим разницы уже тоже пробовала вязать у меня 300 это четыре с половиной на 40 сантиметров да у меня есть такая же три с половиной я уже вязала ею тапочки разницы большой такой колоссальный с картоповскими я не заметила то есть спицы у меня бюджетные вот я как бы все остальные у меня тоже разные есть картопу есть и гамма то есть я в этом плане если выбирать допустим между бюджетными спицами и хорошей пряжей то я лучше возьму куплю себе хорошую пряжу нежели но какие-то дорогие спицы поскольку пряжи я на себя скажем так с пряжи я свяжу изделия которое я один на себя да и буду носить возможно не один сезон в хостов гореву да то спицы с ними немножко по-другому обстоят дела и многие меня поймут спицами мы можем воспользоваться там один два три раза и бывает момент когда они потом просто лежат а изделия сама можно носить в хостов гореву поэтому у меня в приоритете хорошая пряжа не жители дорогие спицы многие со мной не согласятся я знаю и у меня могут полететь тапки но это мое мнение и мой выбор на сегодняшний день вот такая вот у меня покупочка была девчонки если вы вязали из такой пряжи я хочу вас спросить как она ведет себя в стирке стирали ли вы ее в стиральной машине и как она в растяжении то есть тянется из нее изделие или не тянется и как сильно тянется вот если вы кто что знает в курсе да пишите мне в комментариях имеет эта информация очень будет нужна и полезна возможно не только мне поскольку я буду из этой пряжи вязать впервые возможно эта информация будет полезна не только мне на данный момент вот на сегодня это все что я вам хотела показать рассказать буду закругляться если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь буду рада видеть вас в числе своих постоянных зрителей спасибо что были со мной